Почему женщина не может выйти замуж? С чем это связано? Все связано с тем, что у женщины существует и у мужчины существуют наработанные нити. С чем связано наше вообще желание выйти замуж и что это такое? Желание выйти замуж является фактически элементом продления рода. Элемент продления рода связан с теми событиями, которые совершали не только мы, а еще и наши предки. Вот смотрите, как род не продлевается или чем наказать человека, чтобы его род не был продлен. Нужно сделать этого человека полностью, чтобы у него не было половых органов. Не будет половых органов, все, человек не может продлить свой род. Таким образом можно сказать, что ключевой элемент для того, чтобы человек продлил свой род, это половые органы. Но человек в своей жизни очень часто проклинает половые органы свои, также он их боится, боится на них смотреть, считает, что стыдно к ним прикасаться, считает, что они там гадкие и вонючие. Также с самого детства многие используют ключевые слова проклятий, которые связаны с названием и оскорблением других людей при помощи использования ругательственных слов, напоминающие половые органы и все, что с ними связано. Тем самым происходит проклятие рода, то есть вы проклинаете свой род вот этими бесконечными матами. Фактически, если энергетически просматривать человека, то у мужчин вместо полового органа висит вот такая большая черная виноградная гроздь, как будто на ней большие такие приклеенные мухи. А у женщин приблизительно то же самое происходит, но у нее наоборот. То есть если у мужчины все наружу, то у женщины все внутрь. И у мужчины больше такого темно-фиолетового и черного цвета, то у женщины это все идет такого темно-коричневого цвета и больше в сторону красного. И в случае, если такое происходит, то такое убирать очень сложно и до момента, пока это не устраняется, выйти женщина замуж не может. Но есть обряды, они очень эффективны и очень хороши, это применение огня. Человек садится возле огня, просит своих предков, чтобы эти предки помогли ему и простили его, и отпустили, и помогли ему иметь семью. Садится таким образом, чтобы перед ним был костер, расставляет ножки и представляет, будто огонь от костра или любого источника, где есть напрямую огонь. Он напрямую входит в его половые органы, нагревая их и очищая, то есть представление в половых органах самого настоящего пламя помогает очень быстро выйти замуж. Это для мужчин. А вот для женщин немножко сложнее. Почему? Она должна представлять в левой грудной железе и в правой еще дополнительно солнце. Почему? Дело в том, что такое солнце позволяет создать круг, то есть одна железа и другая, они на энергетическом таком уровне, они создают круг такой. Этот круг обычно у незамужней женщины должен быть либо на уровне груди, если у этой женщины очень сильная энергетика, очень хорошая семья, крепкая, все родные друг друга обожали и так далее. Но в случае, если у женщины самая обычная, самая обыкновенная семья, где люди так к себе друг к другу относились, лишь бы жить друг с другом, не заморачивались по этому поводу, то такой круг можно рисовать не на уровне груди, а на уровне живота. Нарисовав на уровне живота бублик, женщина может выйти замуж, при этом попросить прощения и помянуть своих предков и при этом посидеть возле костра, это один из самых лучших методов, который помогает мужчине и женщине в дальнейшем найти свою судьбу.